Привет, девчонки! Это Маша. В этом видео мы делаем еще один дизайн актей с бабочками. Я знаю, вы их любите, и поэтому я хочу поделиться с вами интересным вариантом выполнения такого дизайна. Также покажу вам свои новые цвета генлака PNB, новый матовый топ, каучуковый экстра про топ и базу от PNB, которые также недавно появились в продаже. И говорю наперед, новинки достойные, очень приятно порадовали. И еще кое-что. Конечно же, приятные подарочки. На этот раз призовых мест 5, и каждый победитель получит вот что. Флакончик базы и топа PNB на выбор, а также любой цвет генлака. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно быть подписчиком группы PNB ВКонтакте, сделать репост этого видео в любой соцсети и в комментариях под этим видео на YouTube оставить ссылочку на свой репост и контакты, как с вами можно связаться. Результаты будут 28 апреля. А теперь давайте вернемся к дизайну и нашим новиночкам. Собственно, я их и в дизайне использовала. Вот в этом у нас сегодня загадочные бабочки. Анекдот расскажу. Знаете, чем отличается загадочная женщина от догадливой? Загадочная нагадит и уйдет, а догадливая придет и догадит. Это, конечно же, не про нас и не про наших загадочных бабочек. Так просто к слову анекдотец пришелся. Давайте все-таки обозрим новиночки. Это, значит, новая база с топом. Крутые, да. Во-первых, удобная густовато-вязкая консистенция, причем в меру густая и вязкая, вот как надо. Кистью из флакона наносить удобно. Единственное, что сама кисточка не айс, как во мне. И база, и топ прекрасно равняются с минимальным участием мастера. Меня такое всегда очень радует. Топ хорошо блестит и долго сохраняет товарный вид маникюрчика. А это матовый топ. Называется Powder Top в честь пудры, как вы догадались. Что я могу сказать? Очень понравился. Очень матовый, а шершавенький. Стойко выдерживает все преграды на жизненном пути матового маникюра. Ну, как и все матовые топы, может немножко пачкаться на светлых цветах. Эту проблему и не только может решить элементарное мытье рук почаще. Не затирается, носится тоже очень комфортно. Короче, смело могу назвать эту штуку хорошим матовым топом. Теперь цвета. Заказала 5 новых специально под матовый топ. Как по мне, в матовом варианте они особенно крутые. Ссылку на обзор гейлаков PNB я оставлю в описании. А сейчас поделюсь впечатлениями о новых цветах. Ну, во-первых, невероятный лазуритовый цвет, модный в этом сезоне. И один из моих любимых в принципе, номер 69. А также не менее, выражительный цвет темной бирюзы под номером 093. Мне кажется, что яркие цвета прям горят под матовым топом. Он какую-то благородность им придает, что ли. Поэтому следующая парочка еще ярче. Сияющая почти неоновая фуксия под номером 144. И светлый клюквенно-красный под номером 146. Совершенно дикие цвета под матовым топом обретают некий шарм, размеренность. Но менее яркими от этого не становятся. Ну и последний на сегодня из сине-серой номер 153. Это вам не черный. Нет, черный тоже круто. Но темно-серый смотрится мягче, воспринимается легче. Но знаете, очень часто темный серый воспринимается глазом как черный. Но мягкие контрасты наблюдать гораздо приятнее. Резюме. В работе к цветам вопросов нет. Все в два слоя, равномерно, плотно и без проблем. Пришло время дизайна. Обезжириваем, наносим базу. Это экстра-про база от P&B. Далее наносим цвета. На все ногти наносим все тот же модный синий P&B под номером 69. Только на ногти, где дизайна не будет, два слоя. А на средний и безымянный под дизайн наносим по одному слою в качестве подложки под градиент. В принципе, гель-лак довольно укрывистый. Подложка, в общем-то, и не нужна особо. Ну, так комфортнее работать, как по мне. Градиентик тоже делаем в два слоя. Темный серый под номером 153. У кутикулы плавно переходит в яркий синий на кончики. Кисть использую тоже от P&B. Я вам ее уже показывала в описании. Оставлю ссылочку на обзор. Ну что ж, теперь бабуля. У меня тут белая гель-краска P&B. Отмечаем точкой и места, откуда вырастут крылышки, не будем уточнять. И также верхние точки верхних крылышек. От этого будем плясать. Сейчас нужно прорисовать внутренние прожилки крыла. Рисуем тоненько. И очерчиваем только внутренние прожилки. Как бы размечаем для себя рисунок крыла, но не дотягивая прожилки до конца. Эти линии должны где-то потеряться, не доходя до края крыла. Чтобы было удобнее и симметричнее, делаем по одному по два элемента поочередно на каждом ногте. Таким образом прорисовываем верхнее крыло, отмечаем нижнее и сушим. Далее смешаем голубой P&B номер 159 с капелькой топа. Нам нужно нечто полупрозрачное. Можно было бы взять белый, но с почти белым. Желательно голубоватым, как 159 номер дизайн выглядит куда лучше. И вот так, немного размывая, дорисовываем недостающие элементы формы. Тонируем прожилки. Цвет тушуем так, чтобы белесый оттенок концентрировался по контуру крыла. И исчезал по мере приближения к прожилкам, которые мы прорисовали гель-краской. По желанию или по необходимости делайте промежуточные просушки. Еще один маленький элемент декора. Вот эти треугольнички заполним светло-голубым. В моем случае это гель-краска P&B номер 11. Ну вот, теперь перекрываем все топом Extra Pro от P&B. Осталось дело за малым. Перекрыть дизайн матовым топом, сделать объем и украсить. Объем делаю опять-таки Extra Pro топом от P&B. Он неплохо подходит под эти цели. Густой, ложится достаточно объемно и не убегает, куда не просят. Однако, я все же предпочла поднимать объем шага через элементы. Время от времени прихватывать в лампе секунд по 5. Последняя просушка 30 секунд. Думаю, и так понятно, что объем делаем над участками, которые тонировали голубым, между прожилками. Маленькие треугольнички, которые мы рисовали гель-краской, тоже поднимаем такими же маленькими капельками топа. И в завершении, стразы, бульонки и всякое такое, что вписывается в ваш дизайн. Лично у меня тут опаловая стразина, голубой хамелеончик SS4, совсем крохотные конусные стразинки, тоже хамелеончики, более крупные белые бульонки и крошки серебристые бульоночки. Сажу на наш сегодняшний топ, закрепляю, им же держат хорошо. С бабочками все, можно порхать дальше по своим делишкам. Довольно-таки быстрый и очень простой дизайн. Покажите своих бабочек по этому мастер-классу в инстаграм, по хэштегу MashaCreate или в нашей группе ВКонтакте. Ссылочку оставлю в описании. Надеюсь, дизайн вас вдохновил. Поставьте лайк, мне будет приятно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Также подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в других соцсетях. А с вами была я, Маша. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok